В природе всегда все по-своему и порой накануне 1 марта светит солнце, а с наступлением весны возвращается осенняя или даже зимняя погода. Вот сейчас, 4 марта утра, за окном валит снег. Только флору не обманешь. Мы отправились в ботанический сад, чтобы убедиться в этом. Надо сказать, здание оранжереи повидало жизнь и выглядит весьма отталкивающе. Но растения оказались выносливее. Стены чувствуют себя в этих прохладных помещениях вроде бы неплохо. Здесь как-то так тихо и уединенно. Кажется, что мы вообще одни в этой оранжереи. Мы и бананы. Мы были в будний день, поэтому избежали столкновения с народными массами. Нитка с флажками вела нас в цветущую Азию. Часть экспозиции, где собраны, так сказать, первоцветы тропиков. Азалии и камелии для ботанических садов это как подснежники. Они зацветают первыми и являются предвестниками весны. Мы гуляли по выставке в пасмурную погоду. Солнце не играло на листочках и не подсвечивало бутоны. Но буйство первых весенних красок не стало от этого тускнее. На улице весна пока еще совсем не настоящая. А вот в московских тропиках здесь, в этой оранжереи, уже все цветет. Например, вокруг меня орхидеи. Здесь есть азалии, камелии. Просто весенний рай. Пахнет. Я в самом деле не знала, что орхидеи пахнут. Их аромат не сильный, едва уловимый и разный. Тоже пахнут. Эти не очень хорошо пахнут. Экспозиция здесь не очень большая, но цветов достаточно много. И можно понюхать орхидеи. Они, кстати, пахнут. Я этого не знала. Вообще здесь очень приятно посидеть, послушать музыку, насладиться цветами первые весенние. Пусть они и тропические, но наши же тоже скоро зацветут. И скоро наступит весна. Субтитры создавал DimaTorzok